Вот это плотва? Сейчас я, ребятки, сделаю. Сколько лет? 80. А она может взбитамировать? Поедем в место, где танк был и подбомблен. Подсказка, где я работаю, сейчас находится на ваших экранах. 2 копейки. 1760 какой-то год. Всем привет, мои дорогие друзья, и с вами Сан Саныч Богомолов. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что он получился очень насыщенным. Я, наконец, получил свою кнопку за 100 тысяч подписчиков от Ютуба. Шла она ко мне 5 месяцев. В этом выпуске я выбрался на природу. Кидали поисковый магнит на природе. Нашли запчасти от танка. Ходили с металлоискательным. Нашли монеты царские. Также я готовил перловку на костре. Все, друзья, перед просмотром данного ролика ставим лайки, пишем несколько любых... Всем привет, сегодня 23 день выживания. На завтрак у меня была овсянка, черт ее дери, уже не могу ее есть как бы... Ну, без каких-то сухофруктов, меда, банана, вообще без каких-либо фруктов, овсянку, ну, невозможно есть. Еще неприятная весть. Я взял утром сухарики, но оказывается я их не взял, оставил на столе. На обед у меня будет уха, которая осталась чуть-чуть, больше нет ухи, и макарошки со шкварками, которые жарены наши. 23 день выживания. Устал сегодня на весы. 74. Ребят, всем добрый вечер. На ужин у нас будет китайское блюдо. Не хватает яйца. Без яйца, конечно, это будет не то. Мясо. Вот оно. Зеленый лук. Рис. Сейчас мясо обжариваем, потом рис обжариваем. Добавляем туда морковку кубиками, мелкими-мелкими. И зеленый лук в конце. И крест-салат. Ребятки, хорошо, что вы есть у меня. Вот один из подписчиков, даже не один, а несколько, посоветовали в комментариях заморозить морковку и лук. Так бы у меня овощи давным-давно уже бы пропали. И для запаха сейчас прям ручка зелененького. Добавили. И соевого соуса, не жалеем. Теперь закидываем морковку. Надо, чтобы она не развалилась, а осталась твердая. Макуш очень вкусная. Ну, что ты хочешь? Китайская кухня. Прям вот правда. Яйца не хватает. Не хватает. Как мы любим, да? Нет, у меня-то есть яйца. Я вам могу одолжить. Нет, спасибо уж. А то... Нет. Мне чуть-чуть осталось. Хватит уже подбивать меня. Еще немного. Сюда, мне кажется, еще... А, ну что, я уже соус, Николай, Кладу? Уже есть. Это как я всегда... А что? Я сейчас тебе рис заказываю, там нет лица. Да? В этом... Сильвер Панда? В Деливер Панде там лицо, кстати, не идет. Вроде есть. Нет лица? Ну, посмотрим. Обратим внимание. Обратим. Там курица, овощи. В Китае за это бы мастер шифу руки сразу бы на кухне отрубил. Да. Но мы не в Китае, и у нас выживание с кораблей. Понимаете? Да. Крес-салат тоже чуть-чуть. Все, друзья. Готов. Рис по-китайски. Ужасный, наверное, на вкус. Просто клейстер. Я даже смотреть на это не могу. 23-й ужин. Ужин 23-го дня. Кстати, крес-салат на вкус очень прикольный. Что напоминает? Траву какую-то. Скажу так. Если бы рис не разварил я вчера сильно, а чуть-чуть его подварил, как я всегда делаю для риса по-китайски, была бы бомба. В таком исполнении непонятно. Своего мяса кажется, как будто с курицей. Да? Угу. Могу дать один кусочек маленький. Не, а я фрукты, я бы сладкие уже. Проверите. У тебя же останется, наверное. Не, а? Все будет изъедено. А это неплохо, что я так сильно на лук налегаю? Очень полезно. Ну да, у меня зелень, не хватка же. В рационе. Ну да. Давай перед сном посмотрим эти. Голые и как они? Я поняла, почему они нам нравятся. Голые и опущенные. Или как? Напуганные. А, голые и напуганные, да. Я поняла, почему нам нравится их смотреть. Почему? Потому что, когда мы их смотрим, мы осоздаем, что у нас в жизни все очень хорошо, и на этой прекрасной ноте мы ложимся спать. Согласен. Я согласен. Сейчас ты видишь, как многие люди страдают, а ты нет. То тебе легче становится на душе. Это как-то эффект. Даже сериал не хочется, если честно, смотреть. Хочется смотреть эту передачу. Все, друзья. До завтра. Не переключайтесь. Ребят, всем доброе утро. Наступил 24-й день выживания. На завтрак у меня будет вот эта каша птичья. Сварил ее на воде и немножко сахаром посыпал. На обед я отварил себе гречи. Возьму остатки капуски. И все. Это мой обед. На ужин еще ничего не готовил. Но со вчерашнего вечера я залил сою водой. Сейчас ее промыл. Еще раз залил водой. И вечером мы с вами будем делать соевое молоко и опять тофу. Надо побольше сделать тофу. Хочу пожарить тофу. На даче взять стрелки чеснока. и пожарить тофу со стрелками чеснока. Сплячья каша. Уже все лучше, чем овсянка на воде. Субтитры добавил DimaTorzok. ребятки буду завтракать встреча на обеде всех рад приветствовать на обеде у меня греча будет капустки взял такой вот скромный обед есть хочу неимоверно а ну еще лучка срезал время 1650 я всегда обедаю как часики примерно по расписанию стараюсь там ну где-то в час 30-2 сегодня на работе жопа оврал короче кто-то на работе снял дамп базы данных и отправил его на email ну идиоты же ну а почта но обычная мэйловская почта у нас есть трафик фильтруется я просто работаю в службе безопасности в одной из айти компаний но охранник можно сказать обычно охранник смотрю за серверной там такое и все дела разборки такие были есть просто вареная гречка и немножко ее этим соевым соусом порталька огромная все друзья до вечера не переключайтесь ребят всем привет сейчас ужин будет сегодня пораньше домой приехал наступил долгожданный отпуск разобью в два этапа сейчас недельку отдохну и потом в Владивостоке три месяца сейчас горох еще немного поотмачивается будем его варить с кубиком вот таким и еще пару шей туда индюшачьих и буду делать тофу и соевое молоко горох туда закинул шей индюшачьи три штуки вот две целых и одна переломанная шея еще осталось пару шеек индюшачьих и пусть это сейчас на медленном огне на медленном на медленном огне не хочу суп пюре хочу именно пюре и отдельно поесть индюшачьи шеи сначала сою вместе с водой перемалываем здесь потом с помощью марли фильтруем получается молоко жму их в сторону это акара из нее потом сделаем печенье наверно так уже два раза убежала молоко просто жесть в общем здесь у нас просто будет соевое молоко зачем мы его варим ребят чтобы избавиться от травяного и горького вкуса здесь у нас будет тофу здесь у нас припьем примерно 4 литра молока на 4 литра молока я взял две столовые ложки лимонной кислоты развел их в воде сейчас еще покипит минут пять и мы сюда добавим перемешаем перемешаем и соевый белок начнет сворачиваться это будет наш соевый сыр тофу здесь вот что здесь у нас горох с шеями индюшачьими и добавил один кубик галин галинобланка грибной не солил ничего просто галинобланка что начинается таинство тофу все сейчас соевый белок начнет сворачиваться а что останется это у нас называется не ряженка не росомаха и простокваша блин слова вылетела ребят напишите в комментариях как оставить как эта штука называется все ребят это сукровица стекла или как она нет я вот чуть-чуть на завтра ставлю с утра выпью не надо почему сумка шляпа все сейчас все это дело заворачиваем аккуратненько вот так и отправляем в холодильник под гнет ужин 24 дня ребят я взмок вообще на улице такая духота знаете чему я рад что до конца эксперимента осталось всего с завтрашним днем 5 дней 5 дней всего осталось до конца эксперимента я так счастлив вот она настоящая горухова еда но это не главное главное ребят что я пошел в недельный отпуск на работе в своей айти компании кстати как думаете где я работаю пишите в комментариях скажу подсказка где я работаю сейчас находится на ваших экранах первый раз вот так делаю гороховую еду с индюшачьими шеями были бы они конечно под копченые можно в принципе на даче их было закоптить мини коптильню своими руками там за полчаса собрать из старого ведра друзья до завтра вот ребят 75 300 нормально то пару дней назад 74 было сейчас 75 300 наступил день 25 вот она наша тофу сейчас моего в рассол солевой со специями добавим будет вкусность фунтов хлеб остатки нашего хлеба которому покупали в первый развалился давайте из всех этих остатках я так понимаю никакие гренки из этого хлеба не выйдут он уже черстый сейчас моего немножко подсушим добавим маслица соль я уже добавил и специи моих и будут вот такие вот сухари эти на обед хочу вареников поесть сейчас надо будет сделать соевое молоко соевый майонез без яйца ребят просто берем молоко кружка молока и грамм 50 масла все все это взбиваем хорошенько немножко уксуса добавим туда соли и чуть-чуть сахара главное взбивать минут 10 на медленном решил в майонез добавить еще трав этих смесь трав как в марокко да друзья говорят что там с пеной подают чем больше пена тем больше уважения гость ну вот он наш мазик с приправами сейчас еще пару минут повзбиваем ты в холодильник отстаиваться до обеда ну что настало время обеда гороховое пюре у меня которые вчера готовили одна шея будет верблюжа чая и душа чая и вот остатки вареников уродских самые страшные вареники в мире вот мазик который мы с вами сделали он еще не успел до конца застыть но уже довольно таки густой интересно вареники с гороховым пюре вкусно будут еще у меня вчера перегорела вам по ближнего света на машине вся поеду куплю очень бошевский может на год хватит все на плотники обедик у меня это с пюре это с чем все просто тесто а не а кара пюре где капуська опять пюре с шкварками капуська с капустой мои любимые давайте чай с сухарями попьем хорошие сухарики получились все друзья не обогнал в душ поедем по делам 25 вечер все сейчас отужинаем и останется у нас 5 дней последний горох ну то есть горох то еще есть но вот который мы с вами варили вчера у меня еще остался на одну порцию я его с водичкой развел микроволновки получился суп еще сделал зажарочку из лука вот прям хорошечно так зажарил вот сегодняшние сухарики которые мы готовили мне вот так вот нравится сделать суп с сухариками и в прикуску с зеленым лучком гороховый суп пюре сегодня день гороховой еды ребят интересный случай вчера со мной произошел идем по улице вижу какой-то гражданин иностранец ну явно болельщик тырк мырка всем подходит они ноу 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 я думаю что что случилось я к нему подхожу говорю what happened my dear friend он мне ответил что типа чувак как дойти до библиотеки шучу как дойти до хостела я посмотрел по карте говорю ему go straight а он говорит сколько игру maybe five минут хорошо что я начал изучать английский когда жил в таиланде но каких усилий мне это стоило сначала я наверное год отдавал деньги репетитору с америки чего у меня с ним толкового не вышло выкинул кучу денег и потом я узнал про пазл инглиш где совершенно бесплатно либо за небольшую сумму можно выучить английский пазл инглиш подойдет для тех кто совсем ничего не знает в английском для начинающих и для продвинутых обучение происходит в игровой форме задания игры подкасты упражнения с отрывками из сериалов типа видео пазлы регистрируйся по моей ссылке в описании и начинай изучать английский прямо сейчас сейчас идет чемпионат мира по футболу и наступил сезон отпусков всем доброе утро наступил 26 день выживания и на завтрак у нас будет кошачья тушенка три упаковки шучу ребят кошек кормим бродячек со скоробейки на покупаем всегда корм и подкармливаем кошек на районе на завтрак будет тофу каша на обед я размораживаю шкуру хочу сделать перловку офигенно вкусную хоть я перловку не очень люблю но постараюсь сделать самую лучшую перлов вот что у нас осталось муки очень мало 1 супец гречи короче думаю дней на 35 еще вполне хватит у нас есть соевая давайте по быстрому тофу попробуем прикольно кашки навернем и поедем к дилеру поснимаю обзоры машин пока буду ждать машину свою привет ребята олег кашевой вот мы ехали сейчас с ним сан санычем короче не знаю будем готовить сегодня и будем развлекаться да у нас сегодня такой вы ездили знаете вот наши хобби чем хорошо тем что едешь и может неожиданно запланировано может смениться и вот сейчас мы ехали смотрим а здесь трактор ездил а здесь когда-то старые люди жили когда-то и там берег реки и такие места всегда надо проверять то что вот смотрите видите это это кусок керамики керамика этого горшочки были старые значит люди здесь были люди в них кушали да видишь вот и мы сейчас я сам еще дам прибор тоже мы в два прибора пройдемся тут я кстати сейчас давай покажем оборудование ребят в общем как какое дело сегодня съездил к дилеру оказалось все нормально ничего страшного нет и у меня сегодня вообще три события все нормально с с машиной приехал вот ну типа кирпича да что-то кусок какой-то приехал коллегу сейчас еще сегодня кнопку привезли и ps да сегодня жирный день смотрите ребят для саныча сегодня взял прибор дорогой 150 тыс что ё-моё взял ему лопату взял ему пинпоинтер мы пинпоинтер дешевый китайский 2000 а я видел оранжевого цвета вода да я видел такой на алиэкспресс ты что это вот это китайский я видел народ даже с ним ищет ну да под водой да взяли две сумочки вот это в этих сумочках лежит тоже два комплекта поискового магнита один для саныча один для то есть мы сегодня будем развлекаться по полной ребят чуть найдем будем копать будем кидать в реку да поедем место где танк было подбомблен короче здесь была переправа когда-то здесь дома стояли мы сперва сейчас вот это кто-то трактором покатался муж золото колчака искали похоже на что-то сигналом цепляет где-то вот да и вот например надо копать лопату тышь вот так да ну-ка давай-ка смотришь наковыриваешь не факт что что-то будет что такое мелко-мелко сейчас не знаю будет не будет может найдем чего нибудь видишь вот удобство дает ты нашел и локализовал что это сейчас посмотрим кусочек металла какого-то что ли нет ничего нету нет нет есть ну ты же он такие маленькие находит штучки он может найти просто облома как он так почувствовал может быть маленькой монеткой на махарки да времен там грозно входит ямки обязательно закапывается чтоб не упасть них ну чтобы не упасть и чтоб потом тебя не ругали эти кучи проверим да 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 а у меня камера в руках да олег пожалуйста что-то пищит прям трактор что-то сгрёб о-о смотри даже без пин-поинта смотрите ребят да да вращение смотри смотри вот прикол ну давай тогда раз ты нашел положив на землю давай что там у нас ничего же все но ты как всегда в общем без здоровой монеты не окажешься так что-то написано я не пойму посмотри не к сушку с акрану да ну сухое видишь тут все таком не обрезал к не взялся вот так мочишь вот видишь смотри вензель такой это по размеру 2 копейки 1760 какой-то год короче от управления екатерины 2 хрена все здоровенные обстоятельства такие какие были вот монетка и при екатерине богато жили столько меди было первая монета ребят на сегодня 2 поздравляю жалко что мы не первый конечно так тут я тебе говорю видимо тут что-то было серьезное раз они с трактором выгребали и все в кармашек пошли дальше вот ребят сигнал все-таки хорошее оборудование но дает почему это пищи я посмотрим посмотри видишь я покажу тебе вот эта земля черная но это для нашей области характерные здесь вот такие вкрапления металл даже нет это кирпичики обмазали деревьев поймал красавица так учу посмотрим все ли все виды поиска испытаем так хочу а все они друг на друга вышли дают работ вместе расходи со стороны какое-то железо видишь тут этот был фундамент может скрепляли какие-то скобы да может немного решил переодеться что-то жара вообще не очень ценно но приятно а ты не доставал да а вон слушая почему она такая чистая потому что такого материала монет они все в основном числе до до реформленные советские монеты не окисляется это такой материал золото партию золото партии даже но все равно приятно ну слушай но тут и все есть и карина и дай совет и старина вот наш любим вот так где-то в городе идет работа там трубу кто-то копает да например газу обязательно с прибором пройдешься тоже в городе больше количества находок потому что там больше людей ходил и больше терял за соответственно вышел чуть-чуть карман набил и пошел все какая вот красота тут ребят что мы будем здесь делать магнит вот тут вот видишь вот такой про пролом земли это была переправа старинный ага и на тот берег ездили и танк ездил тут запчасти танк попадает сможет найдем да пойдем искать мне интересно здесь бои добыли значит да да суши земляника растет олег чуть не ушел надо идти по балке сейчас прямом эфире ушли дайте стать вот на это наступили да и перепрыгнуть только куранты доски милые ну рыба вода может искупаться мне искупаться можно вода теплая будет смотри мы сейчас вот сюда покидала здесь кому а потом пойдем на то место где танк разбит нам лучше где погуже наш вот сюда выпал уже покидать сейчас оборудование дайте на камеру давай рассказывай что такое поисковый магнит вот и говорил то серьезный но он этот альпинист представляешь магниты по 400 по 600 килограмм вот магнит этот на шутки вот этим магнитом 600 килограмм на разрыв да он дает монеты лишь деньги советские липнут ну и советские это российские это я прошла скидал тоже я хотел с тобой съесть можешь мы сейчас в уколам съедим да 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 туда на эту дамба да это и тебе интереснее ближе будет там день встретимся посередине хочу я сниму видео знаешь как типа вот что мы найдем я на это три дня проживу там десятки есть пятерки десятки давай проект 2 давай проект 20 выживший 20 все прикручиваешь а я думал как он не отрывается он прям вкручивается ну-ка покажи как это только нельзя чтобы камере он близко до нельзя сейчас ломается камера нет это как можно дальше типа рыбалки рыбакам это самое то для разнообразия это рыбная ловлю лишь на конце надо вот петелька такая и одеть на руку что магнит не улетел с мужиком прошу раскидали и у него ушел до магнит ушел так ну ничего нету сейчас посмотрите скинем он когда цепляется прямо чувствуется тяжелее идет о посады прям около двери тяну где-то что старинный утюг сюда уголь засыпался прикольно да вот и накопилось ил ил антипригарное покрытие тефаль на полочку у меня будут да это чтобы интересно сразу прикинь или это водоросли были водоросли как арматура меч вот опасно люди купаются да сейчас я ребятки сделаю пошел не 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 легко я только что объяснял что так не надо делать слышь легко идет как будто магнит потерял вот это плотва вот ребят нет это хвост помимо гитана решили чуть половить рыбку это эти как иди короче не буду этими держать опасу селитер селитер вот тут вот бурлаки на я уже да вот и видишь как тянет там вот вам реально ребят зацеп а тут была броня тут танк раздолбанный был вот переправа а тут рыба твоя ну ка покажи очень опасно такие лучшие сколько лет восемьдесят а она может задетонировать может реально если что ложитесь сразу видал как страшно да нет они уже все умерли ты чего столько времени ну мало ли всякое бывает может же быть но ребятам да это опасно такое не то есть зачем так пугать ни в коем случае ржавая даже о ребят вот это точно что то интересное вот ребят еще опасная штука эхо войны как говорится не боись вообще опасно на самом деле откуда же они тут вот это скорее всего знаешь что танк лупанул его расформировали остатки остались здесь вот поближе посмотри да я видел на википедии могу посмотреть вот это да Олег может в кусты его я потом кину а то сейчас на солнышке отогреется мне опасно я тебе говорю 10 раз уже доставали я тут постою у меня зацеп там был давай кидай вон кусок брони такого не было никогда да падает наверно сразу видишь как просто идет по низу ага все ребят а если на резинке поисковый магнит на резинке с этим сзади гусеницы спереди колеса и руль от мотоцикла понял сзади есть видео в фильмах видел вот тут ручки видишь открывался этот воздухозаборник видишь это не просто железо не просто что это именно конкретно броня конкретно броня вот тонкое железо видишь вот это обычно автомобильное закрывали двигатель крышку чтобы легко снять а это снаряд их пробьет а смотри видимо сюда и попало может быть видишь вон трещина пошла начало у нас дневник еврея начало дневник еврея начало чтобы приготовить еду нужно зажечь костер а если ты не имеешь костер зажечь ну что сыры можно да все можно съесть сырым потому что у нас голодовка да противопожарные да не нормально слушай тут мошкары сейчас уйдет сейчас дым появится и все так нормально же да? если не сгорит к чертям она же она же у нас это не сырая сейчас перловки немного промоем ну чуть-чуть что-то многовато только у нас не соли ни хрена надеюсь она не упадет о понял и все ничего оно такое хорошее ну это типа как продается в Ашане по 25 рублей там шкура вместе с салом но это даже не шкура это как обрезь какая-то обрезь какая-то это у тебя заморожено было, да? ага только разморозилась холодно еще в термосумке лежало и все и все ооо без соли, ребята у нас с тобой вещи такие обеды так, ребят, пришлось каши немного удалить хоть у меня и выживание, но да ладно пусть кто-нибудь поест птички, да, поклюют снимаем, ребят, котелочек на время чтобы закинуть жир жир барсучи ой за гелпа ой за гелпа смотрите, как она разварилась ты аккуратненько не обожгись тоже на полотенце там есть ооо, жирок, смотрите, ребята давай вот туда аккуратно тихо-тихо-тихо нажористость самая нажористость а то подберем вау, какая красота да, сейчас она, каша с жиром напитается кстати, мы можем вот эту воду чуть прокипятить сейчас и туда долить куда? не надо не надо она сейчас сама тут вы хотите суп? берловый суп берловый суп с чаем вместе это что-то красота давай тарелку вон ложки какие-то ловилки ну, лица не снимай тут почему? все буду снимать и даже мимику соли не хватает но съедобно не съедобно, конечно но не хватает соли соль не хватает, да она вкусна не, ребят, можно есть даже без соли все равно в мясе какая-то часть соли есть наверное, либо я такой голодный, но очень вкусно а знаешь что, в костей приходил мне а, ну да, запах этот костра канцерогеновый сказала, как отрезала все, дайте ко мне попробую нормально дай-ка не, нормально, действительно не как уши где твоя палочка-то? палочками есть слушай, здорово вообще а может и без соли но наоборот лучше я мало соли ем я тоже соли мало ем я в Таиланде меньше соли стал и хлеб перестал есть очень вкусно жир чувствуется да, жир вкус еды чувствуется она сочная такая вот эти штучки шкварки ну а давай мне поесть тоже насыпьте себе еще увлекайся молчок морковка мясо на природе она просто какой-то вкус обалденный вкус костра и все вот эти продукты прям прочувствуется очень вкусно я вроде не такой голодный но вообще обалденный вот это все кожа виновата свинина свина ну да шкура типа она жир дала так мы вообще без масла я вот когда дома пюре готовил кусок вот этой тоже отрезал вот этой шкуры ну и мелко-мелко прям порезал прям ну мельче чем это и без масла на сковородке и раз она жир пустила лучка туда и потом все это в пюре тоже так обалденно все ребят буду кушать ну что ребят заканчивается день с Олегом Кашевым ну я сейчас поеду домой у меня еще будет ужин сегодня знатно вышли на природу погуляли погуляли обгорел покосался весь рыбу поймал монеты нашел короче броню зацепили да вопрос может есть танкисты кто любит в танки играть напишите от чего сто процентов от техники да толстая броня от чего это броня была ссылочка на Олега Кашевого будет в описании друзья Олег Кашевого можете просто в ютубе кладоискатель Кашевой наберете найдете коп поисковый магнит это все про Олега а Саныча мы периодически будем вот так ездить на природе выбираться когда природные тогда наверное вместе будем а так у нас еще план в Москве покидать магнит потом где в Дмитрове в Москве в Дмитрове в общем есть местечки хотим покидать в оживленных местах чтобы там ножи и пистолеты поискать видите какие места красивые здесь вообще а здесь что ты говоришь было здесь деревня стояла когда то старая вот так люди селились а почему копать сейчас нельзя здесь а потому что заросло все травой а ясно здесь перепашут но не перепахали но зато магнит покидали да ну все друзья Олег Кашевой с вами прощается до новых встреч ждите его на моем канале Думай еще Александр варвался под циклом под depot колобейкина будет довольна это я ему посоветов недriz в Москве найдешь что по красоте ну что друзья наступил ужин 25 дня вот так вот мы сегодня с олегом кашевым отдохнули каша вообще не соленая каши немного осталось утра который я утром делал машина нормально все сказали это нормально логанов у дастер сегодня много дел переделали покопали магнит поисковый покидали место пришла кнопка за 100 тысяч подписчиков шла на ко мне пять месяцев за это время мы уже успели с вами достичь сообщества в 250 тысяч человек вы представляете себе новая кнопка серебряная имеет новый дизайн она полностью как будто серебряная а тут зеркальная когда вы смотрите в нее увидите свое отражение подходите любуетесь собой ребятки 250 тысяч человек это больше чем население мытищей пскова королева великого новгорода старого оскол благовещенска энгельса ангарска альчика братска ангарска энгельса благовещенска больше чем комсомольска на амуре 250 тысяч человек это как город таганрог представляете население таганрога 250 тысяч человек вот столько нас вместе вместе мы сила заканчивается двадцать шестой день выживания впереди осталось четыре самые сложные дни четыре по китайски с что означает смерть постараемся прожить но все друзья буду с вами прощаться ставим лайки пишем несколько любых комментариев подписываемся на меня вконтакте стараюсь отвечать всем пока пока с вами был солнце ночь богомолов